Так, ну что, продолжаем партию. Что я тут собирался делать? Здесь прохода ниже нет. Но зато есть домашняя утопка и консерва. Так, я собирался тут разбиваться, да? И ведоменной идти на элементаре разума. Так, так, так. Ну, как и задумывали, в общем, ставим род гидр, чтобы потом мы уже не переживали за это. И можно рынок влепить. Так, у нас тут Сандра. Сандра, Сандра. Так, что он... Подвезти еще армию он все равно не успеет. Скорее всего. Надо прикинуть, хватит ли нам этой армии. Но если кинем замедление, то может и хватит. А отсюда, что мы можем взять? Кстати, гномов набрать бы неплохо. У них много жизней, как раз для таких битв, то, что надо. Так, Мариус. Так, мне тут теперь надо возвращаться. Неприятный момент. Ну что ж, возвращаться мы, наверное, не будем. Тогда пробежимся через два колеса изначально. Так, Атазаром бы неплохо еще здесь гремлинов потом пробить. Если я сейчас возвращаю Атазара, то, в общем-то, никаких преимуществ тоже не увижу, да? Все равно он там без армии будет сидеть. 9-5-3-2. Филона. Вот это вот его основной герой. Ну, конечно, да, разница есть. Между моими героями и его. Плохо нычат. Как не было, так и нет ничего. Оставаться нет. Он, в общем-то, далеко у нас вроде как бегает. То есть, можно его где-то здесь будет поставить. Тогда ведомин, когда с армии подъедет сюда, он заберет армию, пробьет здесь. Надеюсь, что успеет довести армию еще и назад. Ведомин с этой армией уже поедет дальше. Может, тогда даже самоцветок собрать, хотя они мне особо не нужны сейчас. Да, что-то пока как-то не как у нас тут. Лишнее движение. Тут еще один выход на болото. Вот это, кстати, неплохо бы было. Через Гаргули тут еще один родной замок. А вот это мне уже нравится. Тогда надо будет через эту цепочку скупляться, передавать армию аж сюда наверх. Тогда после того, как ведомина тут пробьется, что ведомина станет, наверное, главным героем, по сути. Лежим все-таки тазаром там пытаться что-то. Полняшки маны тут не видно. Ладно, будем смотреть. Так, ну что, подвозим армию. Конец недельки. Соперника вроде как тоже не видно. Так, так, так. Хорошо. Так, атака или защита? Но защита ведомина тоже не помешает. Так, и достает ли ведомина? Нет. Не достает. Значит, надо было все-таки сначала пробегать. Пробивать, точнее, потом уже сюда бежать. Снова потеря времени. Ладно. Тогда идем качать тазара. Без потерь. Золото или опыт. Ладно, возьмем золото. Скупляться потихонечку нужно будет. Так, 5, 8, 6, 4. Тогда Мерландо пускай разгонит, наверное, его. Так, а на чем же его разгонять будем? Четыре, четыре. Вообще, три. Но оставлять ему эльфов тоже не очень бы хотелось. Так. Ему нужно будет побыстрее выходить отсюда. Ладно. На гнолях, наверное, его оставим. Пару гнолей будет достаточно. Мне так кажется. Так, тут кузницу можно поставить. И даже заколдованный ручей. Либо дендроидом. Но если сражаться видами, то дендроиды будут очень даже кстати. У них довольно много жизней. Количество гнолей побольше. Так, ну а если брать пегасов, то они более скоростные. Но он меня по атаке превосходит. Поэтому мне нужно будет защищаться лучше дендроиды. С ними залазить можно будет в различные места. Так, встанем здесь, чтобы на следующей недельке сразу же собрать все, что нам надо. Так, так, так. Так. Встан, докуда ты достаешь. До сюда не достает. Значит, нужно все равно будет уезжать назад. Как-то так. Здесь, наверное, тоже надо будет вернуться. Так. Может даже взять кого-то быстрого ему. Того же кентавра для разгона. Так. Ну авидамину надо уже подводить поближе, чтобы ей потом меньше бежать. остальные вроде как по местам остаются. Да он тоже качает кучу героев, я смотрю. Тоже с атакой в 10 есть. Так. Так. Ну что, доставляем армию в авидамине. А, можно было ей артефакт на мораль еще передать. Лишним он бы тоже не был. Так, и у нас тут с двух замков, да, сбор. Тогда нормально. Ну, в общем, да, как-то так получается. Замедлялка есть. Больше, думаю, ничего и не понадобится. Надеюсь, их не очень много. Так, четвертая скорость. Главное, как-то рядом не становиться всем. Так, четвертая скорость. Так, четвертая скорость. Так. Так. пока ждем уже становится довольно опасно давайте один стек уже начнем убирать потихонечку вот тут уже понеслась как говорится замечательно берсерк использовать нельзя ой-ой-ой минус вива, да? да там здоровье один вива 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 59 здоровье двушка так, 75 плюс 19 то есть могу убить, могу не убить эх зря рисковал надо было этого делать так, слил две вивы это плохо зато набрали кучу заклинаний может заодно и здесь тогда пробить тут уже должно быть без особых проблем ах, скелеты красота вот так вот так вот так вот так Неплохо, без потерь довольно легко пробилось. Так что кольчугу передадим на ту сторону. Так, будем ли мы что-то подвозить сейчас, вот тоже вопрос. Так, ну возможность что-то попытаться организовать есть, в принципе. Немножко вили стрелков. Стрелков много не бывает, чем больше тем лучше. Так, истанчик вперед. Ух ты ё, ноги Легиона, я за них совсем забыл. Вот тебе и пожалуйста. Продолжение следует. Что-то попытаться эльфов набрать. Маловато, всё маловато каждый раз. Ладно, самоцвета мы где-то нагребем, если надо будет. Вот, сера нам нужна. Ну, хотя бы так. Во как значит, через проход можно по-быстрому передавать. Вот это уже неплохой вариант. Так, стоит ли с собой брать Гогов, я даже не знаю. Куда-нибудь на слив, разве что. Так. 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 Или даже вот так. Да, были бы толковые заклинания у Тазара, было бы вообще замечательно. Что я собирался Тазаром здесь бить? Не успеваю. Так. 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 Это плохо. Тогда может стать мне на разгончике. Передать армию Мариусу. На следующий ход, тогда мы уже будем врываться, пытаться туда. Что жидомино тоже гоним за собой. Ирландо пускай собирает тут. Так. Так. То, что у него все отлично по золоту, это конечно плохо. Сможет нормально скупиться. Ну ладно. Передаем, в общем-то. Вот. Так. Что нам тут известно? Так. Золотишко, во-первых, соберем. Стилеты нам пока особо вроде как не нужны. Что мы знаем о сопернике? Ничего. Можно еще попытаться доставить. Немного армии. У меня с героями перебор. Ну что, Мариус, пожалуй, подвезет. Вот. 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 Ну что, давайте пробьем, посмотрим. 67 это устроит домена тоже сюда же надо гнать мудрость плюс атаку пускай возьмет так что ламара домой и салмира тоже для салмира оставляем вистана тогда сюда сделаем ему разгончик на мушке кузницу надо на муниципалитетно собирать кстати что там у него с золотом но у нас чуть побольше наверное он скупился просто и сейчас у меня палец а главный герой что-то очнемся на гномах нет две виверны отдавать нельзя ну что давайте попробуем погнать их вниз и и и и и Замечательно. Пока все идет неплохо. Ой, 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 зачем я нажал подождать. Ну, отлично, даже лучше, чем я рассчитывал. В общем, героя в любом случае спали. Прятать мне его незачем. Точнее, нет героя, который заберет армию. Дракончики. Похоже, это трежери мою. Было бы дракончиков поменьше, можно было бы что-то подумать. И еще ускорится. Соперник сдается. ГГ написал. Печально. Ну, очевидно, он спалил моего героя. Что по скиллам я его сильно превосходил, в общем-то, и он сдался. Блин, не люблю такие победы. Очень сильно не люблю. Так, ну, после общения с JB выяснилось, что, в общем-то, он слился в Макси Утопия. У него тоже был пустоватый респ, как и у меня, но мне повезло, что накидало мне колес силой магии, знаний, накидало артефактов. Он говорит, у него там похуже было все. Ну, в общем-то, не знаю, чего он там сдавался. Вот сейчас он посмотрел карту с паролем и увидел, что, в общем-то, по скиллам он меня превосходил. Просто, что я нахватался там плюсов и немножко арта, которые повысили мне. Это его напугало и, очевидно, заставило его спешить, и таким образом он слился.